От Фредерико Борнарелля из Франции Я всегда был очарован кворном, который был так хорошо разработан профессором Чадоком, но цена на литьё была мне не по карману. Поэтому после долгих размышлений я решил построить его сам, используя металл и материалы, которые уже были под рукой в моей мастерской. Я решил, что постараюсь сохранить пропорции кворн, но с использованием метрических единиц, а также попытаюсь улучшить его, но только с моей точки зрения, я не инженер. В двух отношениях. Во-первых, когда вся головка колеса перемещается, вы должны каждый раз фиксировать правильный угол колонны. И, во-вторых, нет крепления для установки спиральных свёрел большого диаметра. Я начал с китайского двигателя мощностью 1,5 лошадиная сила, который я модифицировал, разделив две катушки, чтобы получить движение по часовой стрелке и против часовой стрелки, что дало две скорости вращения шпинделя – 4500 и 8500 оборотов в минуту. Затем, в течение почти двух лет, я начал сверлить, точить, фрезеровать и сваривать. Я сделал речную фрезу в модуле 1,5 для поддержания угла наклона головки, а также червяк и маховик для управления подъёмом. Один оборот маховика даёт ход в 3 мм. Чтобы немного снизить нагрузку на маленькую передачу червяка и маховика, я использовал длинную удлинительную пружину, чтобы компенсировать значительный вес головки весом в 5,1 кг. Два прутка станины я сделал диаметром 22 мм и на 30 мм длиннее, чем у Кворн, чтобы компенсировать установленные пылеотводящие крышки. Должен сказать, что я не уверен, что используемые обычные прокладки защитят прутки стандартного Кворна, хотя я вполне могу ошибаться. Мой станок не претендует на звание лучшего, чем Кворн, он просто сделан любителем и я сделал всё, что мог. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»